Уважаемый суд, уважаемый участник процесса, находясь на третьем судебном заседании, я ни разу ни от кого не услышал прощения, слов прощения ни от родителей, ни от жены, ни от самого личного. Ведь я не знаю, какие у нас должны быть условия содержания, заключенных, чтобы мы препятствовали как-то вести извиния и прощения. У меня есть полная моральная права вести, но я, как видите, этого не делаю, ни в отношении него, ни в отношении его семьи. И не хочу этого делать. Надеюсь, что это за меня сделает наш законный суд. По поводу того, что я детей не пристегнул к товарищу мальчатку, я объясняю, что да, я виноват, но в любом случае есть специальный сайт, где он безопасный, есть все кранш-тесты, половая проволоса, при фронтальном столкновении это 64 км в час, 40% перекрытия автомобиля, и боковой удар 29 км в час. Я не считаю, что нужно приносить сюда специальный документ, источники открытой, все про это знают, и покупая автомобиль, я думаю, вы тоже на это все обращаете внимание. Неуместный этап, его никак не оправдывали. Да, я виноват, не пристегнул. Неизвестно, чем бы это все закончилось. Вряд бы спасло жизнь. Когда я учился на правах, у нас там были оставлены правила понимания, что у человека было, что он знал, как скорость влияет на тормозной путь. В новых правилах об этом уже ничего не прописывали, к большому сожалению. И даже человек с техническим образованием, я не знаю, сам он учился, либо мне кто-то помогал за деньги, получая свой диплом, должен знать, как это все зависит, скорость от тормозной путьей. По поводу раскаяния я не вижу, что вот эта показуха. Да, раскаяния. Да нету этого типа раскаяния. И книг ты не читал. Я вам говорил вчера, позавчера, что я читал там все. Толстого, Гоголя, Достоевского. По этим книгам, основа моей жизни, воспитания, что такое мораль, совесть, честь, достоинство. У вас, я вижу, в вашей семье это полностью отсутствует. По поводу материальности, я его поддерживаю, полностью настаиваю. Кроме того, хочу добавить. Марчин-то предлагал в Велении Корецкой через Александра Карбуша, там 500 тысяч, ну миллион. Вот я предлагаю, давайте мы семье мать Руденко и оставим этот миллион, а все остальное мы заберем и обратим в пользу пострадавших, потерпевших. Я считаю, это будет правильно. Смягчение, я не вижу, какое может быть смягчение. Тебе правосудие и так смягчает, 9 лет же максимум, что за это грозит. А то, что у меня нет нелюбимой жены, нелюбимой дочери, я не вижу такого смягчения. Дочки так понимают, ты даже не знаешь, когда она там родилась, день рождения, возраст. Зачем ты такой нужен-то, отец? У меня все. Продолжение следует.